приветствую вас народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами снова про новое событие топография гонка на 1 миллион золота в этом видео отвечу на часто задаваемые вопросы а также покажу свой результат я его улучшил после прошлого видео было 15 минут ровно теперь 12 минут 34 секунды напоминаю что задание с гарантированной наградой можно выполнить если выехать из 17 минут включительно я же уже там что-то переборщил походу на фоне вы можете видеть как я проходил скажу что в первом сценарии карты ласвель моя самая главная задумка это как можно чаще не останавливаться и ехать вперед но если прям вообще напролом ехать то очков прочности до конца не хватит поэтому в некоторых местах все-таки приходилось задержаться также еще помогает если вы запоминаете где соперники стоят и стреляете в них через кусты также когда вертухи залетают это тоже сокращает время но чтобы вертухи залетали нужно конечно не один раз заново попробовать перепройти так вот отвечу на один из вопросов можно ли перепроходить конечно можно в этом вся суть чтобы улучшить время нужно тренироваться запоминать где как танчики стоят придумать свою тактику стратегию как сокращать время где можно сэкономить где можно проехать без остановки ну и наверное самое большое сокращение это не останавливаться на контрольных точках что многие видимо делают поэтому не понимают а как можно показывать такой результат так вот рассказываю самое главное задание это победить всех соперников сверху у вас значками танков отмечено сколько и кого нужно победить чтобы пройти и завершить сценарий главное победить всех кто сверху вам отмечен там тяжелые танки пт средние танки и арта не нужно останавливаться на контрольных точках и так вы сократите много времени это первое следующее на каждой карте можно по-своему придумать тактику как ехать не обращая внимание на контрольные точки но в любом случае нужно победить всех соперников во втором сценарии моя задумка была в том чтобы не останавливаться на контрольных точках и просто ехать во втором сценарии можно еще быстрее проехать и сократить время если будут залетать вертухи у меня же видите в моем прохождении снаряды вообще не залетали поэтому времени ушло намного больше чем мало бы быть поэтому прохождение второго сценария у меня вышло долгим но самые затянутые по времени это 3 4 сценарий там очень большие такие объездные и чтобы их хорошо сократить во первых нужно просто ехать прямо на пролом в город это во первых во вторых запомните где стоят соперники для этого нам помогут точки на мини карты ведь они и так всегда обозначены ну и вертухи очень сильно в третьем четвертом сценарии решают также еще люди спрашивают как узнать свое время с которым я прошел когда вы завершаете сценарий в конце у вас появляется на весь экран результат и там написано время в самом бою невозможно ничего понять поскольку когда ты проходишь какие-то контрольные точки у вас время прибавляется и она скачет туда-сюда в самом бою вы ничего не поймете но после боя видно результаты там написано время там все понятно чтобы получить свой суммарный результат понятное дело складываем время 4 сценария вы получаем свое общее время либо же ждем таблицу которая появится в 12 мазка 23 таблица обновляется не часто она показывает результаты за прошлый день время обновления таблицы 23 59 мазка в общем-то ночью поэтому если вы время обновили в таблице никуда не сдвинулись не переживайте таблица просто обновляется не часто также не забывайте я в прошлом видео напоминал что нужно сохранять реплеи своих лучших результатов в игре в настройках можно включить запись реплеев они никак не напрягают ваш компьютер в папке с игрой есть папка replays там они все хранятся для удобства можно в этой папке создать еще одну куда и складывать свои лучшие результаты честно говоря я думал что после первого раза уже не буду свой результат улучшать но что-то не могу остановиться если знаю что вот здесь и вот здесь еще можно сократить улучшить свой результат не могу сидеть сложа руки и просто смотреть как мой результат не улучшается при том что даже знаю где его улучшить это непорядок вот и сейчас я знаю где в каких местах еще можно под сократить время но это уже там нужно просто накатывать количество попыток для того чтобы снаряды залетали но они могут в одном месте залететь в другом месте не залететь сколько раз нужно так повторить чтобы везде залетели я не знаю такого времени конечно лишнего у меня нет надеюсь такого результата который у меня сейчас есть на что-то до хватит также если по времени у людей будет одинаковый результат позиция будет выше у того кто меньше хп своего слил и у того кто меньше снарядов потратил поэтому здесь наверное выигрышными результатами будут те там где все идеально прям проехано все идеально залетела с поджогами там с вертухами и так далее еще и нужно придумать тактику рабочую запомнить где куда куда стрелять без освета это занятие трудоемкая но интерес был в том у меня лично чтобы самому догадаться как сократить время до приемлемого но я же вам делаю подсказку как сократить время делая такой видос как этот если вы сами по какой-то причине не придумали как сократить время то вот вам мой видос также еще по поводу соперников которые нам попадаются в этих сценариях средние танки я рекомендую вообще не бояться не воспринимать их как что-то страшное они очень редко пробивают редко наносит какой-то значимый урон поэтому чаще всего они там по 20-15 хп отнимают хотя меня вот в моих прохождениях пару раз подряд пробили по 100 плюс урона но это происходит редко поэтому есть смысл просто игнорировать средние танки и на ходу их убивать за два выстрела а вот тяжелые танки и pt они больше всего наносит нам урон поэтому против них иногда стоит и возможно поаккуратнее сыграть поскольку очков прочности может не хватить до конца сценария поэтому здесь нужно думать где можно сократить где можно потратить хп для того чтобы тоже побыстрее проехать у нас все-таки спидраны тут кто быстрее тут и круче поэтому нужно распределить и очки прочности свои равномерно так чтобы до конца хватило но и мертвым доехать до конца тоже не получится поэтому нужно думать также артиллерия конечно же тоже редко когда наносит урон еще соперники так настроены что они стреляют нам на упреждение если мы куда-то едем если в момент выстрела менять свое направление или останавливаться они будут стрелять нам на ход и промахиваться но это нужно во время очень идеально подобрать тайминги также они еще стреляют однообразно перед выстрелом можно показывать им немного свой корпус потом закатываться назад они стрельнут мимо в общем и целом с этими ботиками можно играться по-разному можно их досконально изучить и уверенно их разбирать с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки пишите в комментариях какой у вас результат как вам данное мероприятие всем удачи пока а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...